Международная коалиция во главе с США нанесла удар фосфорными бомбами по госпиталю в Сирийской Ракке. Об этом сообщает агентство САНО со ссылкой на местное отделение Красного Полумесяца. Причем террористов точно не было в этом госпитале. Снаряды попали в электрогенераторы, машины скорой помощи и внутренние помещения. Коалиция во главе с США уже не раз применяла фосфорные бомбы при штурме Ракки, которая считается главным оплотом группировки ИГИЛ, запрещенной в России. Такие боеприпасы запрещены некоторыми международными соглашениями. Однако в Вашингтоне утверждает, что коалиция использует фосфорные снаряды в соответствии с установленными нормами. Правительство Сирии уже не раз требовало от Совета безопасности ООН осудить бомбардировки ВВС США и их союзников, в результате которых гибнут мирные граждане. Обсудим эту тему прямо сейчас с политологом-востоковедом Станиславом Тарасовым. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос. На какие такие нормы ссылаются Соединенные Штаты Америки при использовании фосфорных бомб? Ну, существуют такие определенные международные соглашения, о которых мало известно, но они существуют. И в комплектующие стороны используют фосфорные оружия не только на территории Сирии. Но здесь нужно понять, что вот это сообщение, которое вы сейчас обозначили, оно звучит диссонансом, потому что буквально накануне представитель Белого дома заявил о том, что в юго-западе Сирии успешно осуществляется перемирие в соответствии с меморандумом, подписанным между Соединенными Штатами и Россией. Здесь нужно понять, что раку штурмуют, прежде всего, арабо-курдские формирования с поддержкой Соединенных Штатов Америки. Там действительно существует крупная группировка из радикалистов. И данную атаку можно рассматривать только в трех случаях. Это первая техническая ошибка, потому что террористы прячутся за живых кварталом и прикрывают использовать людей как живой щит. Преднамеренные провокации, что я хотел бы это исключить. И, в общем-то, какими-то такими устрашающими действиями направлены на дезориентацию противника. Я бы не делал из этого особой сенсации, но, к сожалению, гибель людей в войне, это было не только в Раке происходило, это было и в Алеппо, это было и в Масуле. Это вызывает сожаление, что говорит о том плане, что уровень координации усилий сил международной коалиции недостаточен. Ну, а вам не кажется странным самоприменение американцами фосфорных бомб на фоне того, что они обвиняли российские военно-космические силы в том, что, простите, сирийцы применяли химическое оружие вот ранее в провинции Идлипы, в ответ атаковали сирийскую военную базу. И сейчас применяют фосфор, который, ну, как ни крути, является химическим оружием. У меня всякое сомнение. Американцы и участники западной международной коалиции в Сирии и в Ираке ведут себя бесцеремонно. Это заслуживает всяческих осуждений. Но здесь выход из этой ситуации можно только видеть в тесной координации всех игроков, внешних игроков на этом подзарме и существующих договоренностей. К сожалению, внешние обстоятельства, факторы не способствуют этому. Ну и последний вопрос. Расскажите, как действуют фосфорные бомбы? Чем они отличаются принципиально от каких-то традиционных, если можно так сказать, бейбл-бас? Это очень жесткое и тяжелое, страшное оружие. Это ожоги, поражения органов жизнедеятельности людей. Это очень страшное оружие просто одним словом. И вот так охарактеризовать какой-то одной фразой – это невозможно. Спасибо. На прямой связи с Лайфом был политолог-востоковец Станислав Тарасов.